Привет, в общем-то, да, когда я был в Турции, я делал пост в сообществе ютубе о том, что, типа, напишите свои вопросы и по возможности я на них отвечу. Ну, естественно, на самые интересные. Чё свет мерцает, сука? Почему ты мерцаешь? Алло? Перестань. Всё, отлично. Так вот, собственно, на часть вопросов я поотвечаю вот, собственно, отсюда, с вебочки. Я уже дома. И дома я уже достаточно давно, но, в общем, не ладно, не об этом. Ну, и на часть вопросов, естественно, я отвечу в Турции. Покажу вам красивые фоны, места там и так далее. В общем, постараюсь сделать всё максимально интересно. Этот ролик, в принципе, зрительной нагрузки не несёт, так что можете просто слушать, если хотите. Ну, и, собственно, каждый вопрос в описании я расписал. Там есть тайм-коды. Вернётся ли рубрика «Апаем первую лигу тем, кто её никогда не апал?» Если да, то когда? Честно сказать, я эту рубрику записывал-записывал с расчётом на то, что это будет больше ажиотаж вызывать, с расчётом на то, что это будет больше интерес людей вызывать. То есть, вообще, в чём заключалась задумка? Я беру рандомного человека, неважно, какой возраст, неважно, какой пол, неважно, какая принадлежность нации. В общем-то, общаюсь с ним, узнаю, чем он живёт, как давно играет и так далее. И, собственно, такой формат поначалу вроде бы зашёл пару роликов, а потом все остальные ролики были провальными. Ну, и, соответственно, я принял решение не продолжать дальше, потому что, на самом деле, уходит очень много времени на то, чтобы забустить человека. То есть, да, одно дело, когда ты берёшь человека уже с пятой лиги, и там играть-то, казалось бы, вообще нечего. Но так как я брал рандомного человека, у некоторых бывало и 21, а это, ну, очень реально долго. Поэтому, скорее всего, данную рубрику я возвращать не буду. Лично я не могу и не успеваю смотреть твои видео каждый день, и, наверное, не только я. Ты не думал о том, чтобы снимать, выкладывать меньше роликов? Да, нет, почему? Ну, это, на самом деле, небольшая проблема, потому что я их выпускаю для того, чтобы каждый день поддерживать активность. Собственно, естественно, есть ценители этого, которые ежедневно уже, как привычку, у них находят, смотрят. Я, как бы, готов радовать, почему нет? Естественно, когда есть идеи, я, по возможности, стараюсь выкладывать как можно больше роликов. Когда идеи нету, то я их выкладываю через день на второй канал свой. Да, у меня есть второй канал. Я туда выкладываю, получается, ролики раз в неделю вообще. Вот, ну там я, естественно, никому не доедаю. Может быть, по Варфейсу я кому-то уже поднадоел. Но это не проблема, на самом деле, потому что можно отдохнуть буквально неделю от контента и продолжать смотреть вообще легко. Думал ли я выпускать ролики через день? Да, естественно, думал до момента, когда я еще начал снимать рубрику, получается, соло до первой лиги без доната. Я думал выпускать ролики через день и делать их более интересными и менее связанные с РМ. Но так как это зашло, очень это было, кстати, для меня странно, вот, я решил выпускать такое. Естественно, ежедневно, миксуя с роликами, как раз-таки, которые я хотел выпускать через день. В среднем, сколько времени у тебя уходит на создание 10-15 минутного ролика? Вообще, все зависит от того, что я хочу увидеть в конечном результате. Если условно брать ту же самую первую лигу, то, собственно, час у меня уходит на то, чтобы позаписывать. Ну и часа два на то, чтобы смонтировать. И в общей сложности получается три. Если же я хочу снять какую-то нарезку, то, естественно, это все нарабатывается, нарабатывается, нарабатывается временем. Не знаю, энное количество. Ну и потом, естественно, выбираются самые лучшие варианты. На монтаж такого ролика уходит, ну, так же часа два, наверное, не больше. Там ничего сложного. А есть ролики, которые прям насыщенные вставочками, нарезанные, прям все идеально сделано. То, естественно, такие ролики уходят от четырех до шести часов. Это без учета съемок. Ну, в общем, я вроде дал более такой обширный ответ. Ну и надеюсь, ты услышал, что захотел. Как давно ты сидел на качеле? Тебе нравится снимать видео или же ты делаешь ради денег? И еще, сколько ты получаешь с YouTube? Ну, сколько я получаю денег с YouTube, я скажу это в отдельном вопросе. Вот. А по поводу того, нравится ли мне, естественно, мне это нравится. А деньги лишь мотивируют, что ли, как сказать. И позволяют вот такие ответы на вопросы снимать. А так вообще, да, естественно. Если бы мне не нравилось, я не занимался бы этим. Порой, конечно, бывают случаи, когда мне не очень хочется. Но все же. Скажи ПЖ о заработах с YouTube в месяц. Ну, собственно, вот это вот расчетный доход за последние 28 дней. Плюс еще у меня есть второй канал. Там у меня где-то долларов 500, наверное. Но это, опять же, только просмотры. Естественно, еще есть реклама. И да, в последнее время меня вот эти вот показатели совсем не радуют. Вот это вот, то, что мы вниз улетаем. Мы, походу, из рекомендаций конкретно вылетели. Ну, ладно. Так бывает. Пережили не одно падение, так скажем. Ну и, собственно, будем работать лучше. По слухам Ракухи, летом выйдет новый шутан от Мехш Хаймзона. Слышал ли ты что-то об этом и будешь ли играть? И там сразу еще был вопрос по типу, вот там игра от Хаймзона выйдет, возможно, этим летом. По словам Ракутагина. Нет, этим летом она не выйдет однозначно. Она выйдет, скорее всего, анонсирует ее. В конце года, может быть, в начале следующего года. Вот. И, собственно говоря, я, возможно, ее попробую. И, скорее всего, все в Warface. Я, конечно, не могу за всех говорить. Но, скорее всего, есть такая вероятность, что все туда перейдут. Вот. Ну и, собственно, я ее однозначно попробую и буду ее снимать. И там еще есть вопрос по поводу КС, почему не пробуешь, Валорант и так далее. Мне просто не нравятся эти игры. Я играю в то, что мне нравится. В данный момент это Warface, потом Колда, потом Папк. Все, в принципе. Ну, Апекс еще можно поиграть. Но нет, снимать ее нет однозначно, потому что ее не смотрят. Рекламируешь пушки и снарягу. Как насчет того, чтобы пройти рейтинговые с этими пушками? Ну, вообще, да. Рекламирую. В описании есть ссылка, по которой вы можете забрать себе крутое снаряжение. Пушки там тоже неплохие. Вот. Новички по этой же ссылке могут зарегистрироваться. Но ветераны, которые давно не заходили, могут это все так же превосходно забрать себе. А насчет того, чтобы дойти с этим всем до рейтинга, до первой лиги. Да, я думаю, это будет не особо сложно, потому что снаряга там действительно хорошая. А без Дона до первой лиги я уже доходил. Ну, не знаю, можно над этим подумать. Вопрос очень однозначно невозможно. Вот, ну, например, вот это вот. Чем вам не новый формат? Ответы на вопросы. Собственно, что еще? Есть разные 24-часовые челленджи. Есть различного рода познавательные ролики, лайфхаки там и так далее. Есть и ПВЕшки. А так уже на самом деле в Warface уже столько всего переснимали, что что-то новое прям кардинально придумать невозможно. Вот. Ну, а так вообще, да. В планах такое имеется. Не надоедает Warface? Вообще, не устал ли от Ютуба в целом? Хочешь перейти в другие игры? Ну, вообще, со временем Warface начал надоедать, естественно. Я думаю, как и многим, кто давно играет в эту игру. От Ютуба устаешь ли? Устаешь больше не от Ютуба, а... Устаешь больше не от Ютуба, а от того, что нужно постоянно что-то выпускать. А нового ничего как такового не происходит. На самом деле, всегда становится праздник прям, когда какое-нибудь новое обновление на ПТС заливают, и это такой прям, ооо, контент. Хочешь ли перейти в другие игры? На самом деле, на данный момент я считаю, что конкурентоспособных игр нет. Как бы да, есть, естественно, игры, в которые можно поиграть, но именно вот в плане как Ютубер перейти в какую-то другую игру нецелесообразно. Потому что папка объективно не смотрится, колда объективно не смотрится, только буквально пара человек. Апекс вообще ни у кого не смотрится из уру сегмента. Что еще? Ну, Fortnite это уже устарелая тема достаточно, и там уже достаточно много конкурентов, чтобы идти туда. Кэска? Ну, в Кэску может быть, но это опять же в самом крайнем случае. Мне кажется, Warface еще проживет до создания игры от Хаймзона, так что ждем. Костя, привет! Как долго ты еще хочешь заниматься Ютубом? Ну, пока есть силы, пока есть желание этим заниматься, и пока есть профит. Как только один из этих трех вещей меня поведет, так сказать, под откос, так сразу, наверное, перестану и займусь чем-то другим. Вот такие вот пироги. Интересно, что у тебя по железу? Частота оперативки, проц, видяха, мать? Мать не трогай, алло, слышишь? Мать не трогай! Почему убрал рубрику охота на нубов? Да потому что ее уже снимать настолько скучно, что попросту не придумать ничего нового. Когда нет ничего нового, и нет возможности преподнести как-то вам показать что-то интересное, зачем это снимать? Я это чисто выпускаю уже чисто из-за уважения, что ли, к тем, кто давно на канале, и кто пришел на канал только из-за этой рубрики. Благодаря тому, что ей отчасти я стал, ну и начинал свою точку популярности. А так бы я уже давным-давно не снимал, потому что, честно, знаете, снимать то, что тебе не в кайф, и потом, скорее всего, смотреть не в кайф. Ты часто говоришь, что заходишь в игру только ради записи контента, в свободное время и не играешь. Знаю, что играешь в колду и другие игры, но выкладываешь на других каналах. Но почему не рекламируешь свои вторые каналы, или не совместишь контент на одном канале? Будет больше подписоты по разным играм. Да, я действительно снимаю другие игры, может быть кто-то не знал, но я думаю, большинство в курсе, что у меня есть еще и второй канал, еще есть третий канал, на втором канале я снимаю ПАПК, снимаю иногда колду, на третьем канале я попробовал снимать стенд-офф, но что-то пока совсем нет времени на это. Вот, что могу сказать-то? Почему я все это не делаю на одном канале? Да потому что начинается одна и та же картина. То есть, как только ты выкладываешь на канал по Warface что-то другое, люди начинают это негативно воспринимать. Вот, иди снимай Warface, я не хочу эту хрень смотреть и так далее. И это не очень вдохновляет, на самом деле, и поэтому происходит такое разделение. Ну и, как правило, есть там фишечки Ютуба кое-какие. То, что, типа, отдельные каналы по моноиграм, они развиваются намного лучше. Только именно поэтому. Возможно, на основном канале я еще что-то буду снимать в дальнейшем. Но об этом чуть позднее. Как вообще твоя блогерская карьера влияет на твою реальную жизнь и отношения с женой? В самом-сам-самом начале, естественно, жена там «Воот, ты там целыми днями за компьютером и так далее». Ну, потом, естественно, все более-менее наладилось, она привыкла. Поняла уже, что все как бы, ничего уже не изменить. Это вот то, чем он занимается. Вот это вот все, это его. Вот, потом, что еще? Как влияет на личную жизнь? Ну, во-первых, это свободный график. Несмотря на то, что я занимаюсь этим как бы каждый день, а то иногда даже и по два раза в день. Ну, потому что ролики выходят на основном канале чаще всего каждый день уже на протяжении двух лет. Иногда уже бывали, вот, естественно, последнее время. И через день я уже выпускал. Ну, так как вы одобрили, опять же, рубрику «Соло до первой лиги путь», я начал опять каждый день выпускать. А так я вообще планировал через день делать, потому что в Warface уже контента, ну, прям, реально недостаток. Что еще? Узнаваемость? Нет. Узнаваемость не дало мне это. Только возможности, вот, опять же, планик денег, наверное. Особо больше ничего и не изменилось. Ну, вот с вами общаюсь. Я, кстати, благодаря блогерству перестал быть ассоциативным... Как это правильно-то? Ассоциальным, во. То есть я раньше очень туго шел на контакты с людьми, с новыми знакомствами. Был более зажат немножечко, сейчас более раскрепостился. Потому что, ну, тренируюсь вместе с вами, на вас тренируюсь. Ну, вот, поднимаю навык общения. Хотя, да, навык общения у меня так себе, будем уж честны. Пропуски. Ну, и все, в принципе, вроде ничего, прям кардинально у меня такого в жизни не поменялось. Как бы я, когда проходил преддипломную практику, я... А это, кстати, сразу ответ на вопрос, на кого я учился. Кто я по образованию и, ну, и есть ли у меня еще какая-то работа. Нет, YouTube это мой основной доход, это моя основная работа, можно сказать. Это хобби, переросшее в нечто большее. Так вот, собственно, когда я заканчивал преддипломную практику, а учился я на информационную безопасность, 4 курса, бакалавриат я закончил. Поступил я потом в магистратуру, но на YouTube у меня потом все пошло-поехало. Я магистратуру бросил, и, естественно, я решил углубиться полностью в YouTube. И с тех пор как раз-таки я выпускаю ролики каждый день. А че еще? Как я вообще пришел к этому? Я забыл. Ну и все, короче. Вроде все сказал. Я уже не помню.